Моя Америка Алексей у нас уже на связи, поэтому давайте будем общаться. Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Я знаю, что сегодня всех волнует и интересует. Ну, с утра мучился. Окей, дабы и господа. Я сегодня вам расскажу, прежде всего, о воинствующих экологах и их невинных жертвах. А потом, если у нас будет время, мы поговорим о том, что представляет собой старичок Мюллер на слушаниях в палате представителей. Окей. Итак, воинствующие экологи, дамы и господа. В былые времена, не столь далекие времена, природный газ обнаружен геологами, геологами, которые занимались поисками нефти. Этот газ служил обычно помехой для нефтедобытчиков. Газ сжигали. Не находили ему применения, и газовые гейзеры горели едва ли не всюду, где добывали нефть. Мы с вами это знаем по массе документальных фильмов. Но вскоре после Второй мировой войны газ, найденный неподалеку от больших городов, стали переправлять по газопроводам на тепловые электростанции, а также для отопления жилых зданий и бизнесов. В конце 20 века, в прошлого, многие, очень многие, пришли к выводу, что запасы природного газа в нашей стране почти исчерпаны. Но началось новое столетие, и оно знаменовалось революцией в добыче газа. Мы все с вами знаем, что горизонтальное бурение позволило извлекать газ из сланца. Из минувшей полтора десятилетия, уже в 21 веке, Соединенные Штаты, наша страна, мы вышли на первое место в мире по добыче природного газа. И Америка превратилась из импортера природного газа в ведущего в мире экспортера. Ныне американские компании доставляют сжиженный природный газ в десятки стран. В ближайшее время американский сжиженный газ начнет поступать... Дамы и господа, это с трудом верится, но это факт. Американский сжиженный газ начнет поступать в регазонационные терминалы Саудовской Аравии. Представляете? Многие страны строят терминалы принимать американский газ. Россия. Россия вторая в мире страна газодобытчик, но и она не испытывает радости от успехов заокеанского конкурента в борьбе за мировой рынок. И россиян можно понять. Ну, во-первых, дары природы, нефть и газ – это главный источник пополнения казны путинского режима. Главный. Ну, и во-вторых, это немаловажно, это орудие внешнеполитического давления. В отношении к американскому природному газу у России обнаружились, слушайте внимательно, союзники в Соединенных Штатах Америки. Это воинствующие экологи в политике, в науке, в средствах массовой информации. Это борцы со зеленую энергетику. Они делают все, что в их силах, чтобы препятствовать использованию природного газа. Губернатор штата Нью-Йорк, мы сегодня о нем остановимся, Мария Кома, один из главных союзников Владима Владимировича Путина. В недрах северо-западной части штата Нью-Йорк находятся залежи газоносных сланцев. Они протянулись на юг в Пенсильванию, Огайе и Западную Вирджинию. Это знаменитые ныне на весь мир марселасские станции. Марселасские. Почему так названы? Потому что они впервые обнаружены геологами в районе деревушки Марселлас. Эта деревушка находится неподалеку от города Сиракью, штат Нью-Йорк. Чуть южнее федеральной автострады номер 80. Промышленная добыча газа из марселловских сланцев началась в первом десятилетии нынешнего века. А вот ныне Пенсильвания стала в нашей стране вторым после Техаса центром по добыче нефти и газа. В первую очередь, конечно, газа, природного газа. В 2018 году, в прошлом, Пенсильвания поставила на мировой рынок природного газа больше, чем Катар. И расширяется год от года добыча газа в Огайе и в Западной Вирджинии. А вот в штате Нью-Йорк, в штате Нью-Йорк, газ из сланцев не извлекается. Почему? Да потому что в 2014 году, пять лет назад, губернатор Коума запретил бурение. И борьба губернатора штата Нью-Йорк с природным газом этим запретом не ограничилась. Союзниками Коума были, ну и остаются, как воинствующие экологи, так и его однопартийцы в легислатуре штата. Состоявшиеся в ноябре прошлого года промежуточные выборы в Конгресс развеяли руки демократам. Потому что ранее у них было большинство мандатов только в Нижней палате законодательного собрания штата Нью-Йорк. После выборов они получили контроль и над Верхней палатой. Вот что заявил губернатор Коума вскоре после прошлогодних выборов. В то время, когда федеральное правительство отказывается защищать окружающую среду и здоровье граждан, такие штаты, как Нью-Йорк, находятся на передовой в защите чистой воды и здоровья народа. Губернатор Коума сказал это вскоре после того, когда легислатура приступила к обсуждению закона о борьбе с грязными источниками энергии. Грязными они считают все, что находится в земле, не только уголь и нефть, но и природный газ. И вот в прошлом месяце, в июне, нью-йоркские законодатели приняли и губернатор подписал закон. Закон называется так. Закон о защите климата и общества. Climate and Community Protection Act. Закон о защите климата и общества. Закон повелевает. К 2030 году, через 11 лет, 70% электроэнергии должны производиться в штате Нью-Йорк солнцем и ветром. Губернатор Коума так прокомментировал этот замечательный, с его точки зрения, закон. Самая агрессивная в Соединенных Штатах программа по изменению климата. По изменению климата. И к агрессии, к агрессии против природного газа, Коума приступил до рождения нового закона. В 2016 году, три года назад, губернатор Коума укомплектовал Нью-Йоркское управление по охране окружающей среды. Он укомплектовал эту организацию своими единомышленниками. И его единомышленники с места в карьер приступили к борьбе с природным газом. Они начали отвергать все попытки, ну, во-первых, попытки заменить старые газопроводы новыми, с большей пропускной способностью. И, во-вторых, запретили прокладывать новые газопроводы. Не далее, как в прошлом месяце, в июне, управление по охране окружающей среды штата Нью-Йорк. Оно наложило запрет на прокладку газопровода по дну залива от штата Нью-Джерси до Лонга-Айленда. Вот что сказал по этому поводу газете The World Series Journal Кит Руни. Кит Руни – это представитель одной из компаний, которая поставляет газ в Нью-Йорк. Цитирую господина Руни. Это решение загоняет экономический рост в тупик. Пострадают не только крупные потребители газа, но и рядовые семьи. Окей. В числе крупных оказались перед трудно разрешимой задачей владельцы будущей спортивной арены для хоккейной команды Нью-Йорк Айлендерс. Строительство этой арены, она будет стоить один миллиард долларов. Строительство было одобрено лично губернатором штата Нью-Йорк господином Кома. Но согласно проекту, арена должна отапливаться природным газом. Но вот решение управления по охране окружающей среды загнало действительно, загнало в тупик проектировщиков. Как быть? Что же касается рядовых семей, то под угрозой оказался многомиллионный проект строительства нового жилого комплекса в городе Нью-Рошелл. Этот городок – северо-восточный пригород Нью-Йорка. Дефицит природного газа заставил в январе этого года компанию Consolidated Edison Conduct. Эта компания снабжает электричеством Нью-Йорк и пригороды. Так вот, дефицит природного газа в январе заставил эту компанию увеличить на 11% плату за электричество. До этого нью-йоркцы платили 18,5 центов за киловатт в час. Это на 5,6 цента больше, чем в среднем по стране. И, дамы и господа, на 7,8 цента больше, чем плачу я, живя в Северной Каролине. Начиная с января нью-йоркцы и жители близких к Нью-Йорку мест платят почти на 44% больше за электричество. Дамы и господа, вопрос. Что случится, если предстоящая зима окажется более суровой и более продолжительной? В этом случае рост цен на электричество дефицит не ликвидирует. Природный газ, необходимый для обогрева сотен тысяч жилых домов и бизнесов, придется искать на стороне. Вопрос. Где искать и как искать? Ответ, нам кажется, лежит на поверхности. Действительно ли, если Америка снабжает сжиженным природным газом десятки стран, то почему бы американским компаниям не помочь обитателям Нью-Йорка и его окрестностях? Логичен вопрос. На первый взгляд. На первый взгляд логичен. Но только на первый взгляд, дамы и господа. И вот почему. В нашей стране в Соединенных Штатах строят только супертанкеры. Только супертанкеры. И американские компании, владельцы танкеров-гигантов просто-напросто не заинтересованы в коротких маршрутах от американских производителей сжиженного природного газа до американских потребителей. Ну, конечно, за транспортировку американского газа на американский рынок с готовностью взялись бы иностранные компании. Но этому препятствует закон. Закон запрещает иностранным судам каботажное плавание между американскими портами. Закон запрещает также каботажное плавание и судам, построенным за рубежом. Даже если эти суда плавают под американским флагом. В следующем году этому страшному закону исполняется ровно сто лет. Ровно сто лет. За минувшие 99 лет закон оброс всевозможными поправками. Ну, в частности, поправки касаются портовых городов Пуэрто-Рико, Гавайев, Аляски и Гуама. Также бывало, что указами президентов Соединенных Штатов закон временно отменяли. Ну, например, в 2012 году закон временно отменил Барак Обама, когда ураган Сэнди обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов. Еще пример. В 2017 году, два года назад, президент Дональд Трамп отменил временно закон, когда от урагана Харви пострадал Техас, от урагана Мария пострадал Пуэрто-Рико. В это время зарубежным судам разрешали каботажные рейсы с товарами для районов бедствия. Но принятым в 2000, в 2000, в 1920 году, 99 лет назад, этот закон действует по сей день. Попытки отменить закон были безуспешными. Отменят ли закон в год столетнего юбилея следующий? Окей. Ответ нам осталось ждать недолго. Но у нас, дамы и господа, у нас есть ответ на вопрос, как и где Нью-Йорк может получить природный газ, если возникнет потребность. Ответ? Ответ дал славный город Бостон, столица либерально-прогрессивного штата Массачусетс. В ноябре 2017 года, два года назад, метеорологи предсказали, Бостон ждет суровая зима. Их городские власти забили тревогу. Может не хватить отопительного газа. Не было бы тревоги, дамы и господа, если бы правительство славного штата Массачусетс не отказалось финансировать прокладку газопровода, который должен был связать Бостон с гигантским газопроводом Норд-Ист. Этот газопровод протянулся от канадской провинции Ново-Скоте к марселускому новому газовому бассейну. Окей. Проект строительства газопровода до столицы Массачусетса был готов к осуществлению. Но воинствующие защитники окружающей среды убедили власти штата запретить строительство. Бостону пришлось искать газ на стороне, и сторона была найдена. Российская Федерация. В конце января 2018 года славный город Бостон принимал первый танкер с российским газом, в феврале того же года 2018 принял второй. Я жду вопрос, дамы и господа. А как же санкции против России? И еще вопрос. Не свидетельствуют ли поставки российского газа в Соединенные Штаты Америки в обход санкций о сговоре Дональда Трампа с Владимиром Владимировичем Путиным? Независимый прокурор Роберт Мюллер, мне его страшно жалко, я его сегодня слышал, о какой старик, маразматик, неважно. Так вот, независимый прокурор Роберт Мюллер игнорировал эту тему. Он не интересовался, как это российский газ попадает в Соединенные Штаты в обход санкций. Мы с вами этот вопрос не должны игнорировать. Да, действительно, американские санкции запрещают газовую сделку между любым городом Соединенных Штатов и Россией. Но бостонская компания Десри Газ санкции не нарушала. Она покупала российский сжиженный газ не у России, а у Франции. Сжиженный газ, вывезенный российским танкером из России, был перезагружен на французский танкер Гейс Лис. И вот этот танкер доставлял российский газ в славный город Бостон. Вот как прокомментировала эту сделку Агния Григас. Она автор интересной книги. Книга называется так. Новая геополитика природного газа. Она называла эту сделку между Бостонами и Россией политической победой Путина. Так вот, дамы и господа, никто и ничто не запрещает Нью-Йорку взять пример со столицы штата Массачусска. Ну, если возникнет необходимость. А необходимость может возникнуть. И вот почему. 25% электричества дает Большому Нью-Йорку атомная электростанция Индиан-Поинт. Она находится на берегу Гудзона в 36 милях к северу от Манхэттена. В 2020 году в следующем будет остановлен один реактор. В 2021-м будет остановлен второй, и атомная электростанция Индиан-Поинт перестанет существовать. Такое решение принял губернатор Нью-Йорка господин Кома. Что придет в Нью-Йорк на смену атому и газу? Безумные экологи утверждают, солнце и ветер, солнце и ветер, брат. Но прогнозы, эти прогнозы ни к чему не приведут. Во всяком случае, они ни на чем не основаны. Американская ассоциация ветроэнергии, есть такая, Американская ассоциация ветроэнергии, информировала недавно корреспондент журнала The National Review Роберта Брайса. Информировала, в данное время в штате Нью-Йорк не строится ничего для использования энергии ветра. А ветряные проекты, осуществляемые во всех штатах Новой Англии, можно пересчитать на пальцах одной руки. Строительство ветряных платформ на воде прекращено из-за протестов рыболовных компаний. В частности, коммерческая рыболовная ассоциация Лонг-Айленда оспаривает суде, вместе с рыболовными компаниями Нью-Джерзи, Род-Айленда и Массачужетса, оспаривает решение правительства этих штатов строить платформы на океанском шельфе. О, глупая война кома с природным газом. Так назвал господин Брайс свою статью. Ну, дамы и господа, такую же войну с природным газом родители зеленой энергии ведут не только в северо-восочных штатах. Война ведется и на Западе. Компания «Транска» потребовалась 4 года, чтобы добиться у властей Сиэтла разрешения на строительство газопровода для отопления ряда районов этого города. Цена проекта выросла с 6 миллионов долларов до 50. Городской совет калифорнийского города Беркли запретил строительство и жилых зданий, и бизнесов, запретил строительство зданий, которые отапливаются природным газом. Только солнце и ветер. Вот что сказал недавно Кома. Наша цель сократить до минимума выброс парниковых газов. Но война Кома с природным газом не ведет к достижению этой цели. И так считают не противники зеленой энергии. Вот мнение, вот это интересно. Мнение союзника нью-йоркского губернатора Кома в войне с грязными источниками энергии Джонатана Переса. Джон Перес, президент Фонда защиты окружающей среды. Вот что недавно сказал этот замечательный господин. Сокращение использования природного газа оказывает неблагоприятное влияние на окружающую среду. А позиция расширения у поставок газа в Нью-Йорк не оказывает ни малейшего влияния на защиту климата. Использование природного газа играет важную роль в содействии сокращению выброса парниковых газов. И это сказал господин возглавляющий Фонд защиты окружающей среды. Деснее не скажешь. Но воинствующие экологи руководствуются нездравым смыслом. Будучи уверенными, что изменения климата связаны с деятельностью человека, они мечтают изъять из обращения все источники энергии, к добыче которых человек прикладывает руку. Они уверены, что солнце и ветер заменят и уголь, и нефть, и природный газ. Осуществится ли их мечта, дамы и господа, давайте не будем загадывать. Но сегодня ясно только одно. Находящиеся у власти мечтатели приносят в жертву своим мечтам благополучие миллионов американцев. На этом я ставлю точку в монологии. И оставайтесь на волне с замечательной радиостанцией «Народная волна». Я вернусь к вам, дамы и господа, через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. И у нас уже есть звонок, поэтому предлагаю его принять. Добрый день, вы в эфире. Да, здравствуйте, Алексей. Я принимаю на веру ваши взгляды, но тут у меня с вами немножко... Ну не только, но вот в данном случае. Посмотрите, вот климат, ресурсы. Вот ученый Трамп говорил, что потепление климата – это хокс, турка. Вот. А другие тоже люди с каким-то образованием доказывали другое. Это люди, отдающие свое время наблюдениям и спасениям действительно природы. И возможности. Потом, значит, когда это светло там или что, или что-то с Канадой было связано вначале. Трамп тоже варварский. Ландшафт. Медведи по барабану. Наживу, деньги. Обама, у меня, кстати, два уважаемых президента – это Горбачев и Обама. Ну так, это информация размышляет. Вот. А при Обаме вот эти вот солнечные батареи получали одобрение. Если вы сказали, что люди платят больше за электричный или за газ, не важно, да, надо платить. И через какие-то годы еще меньше будет этого. Что делать? Окей, у меня к вам вопрос. Да, пожалуйста. Я вопрос. Вы считаете, человек влияет на изменение климата? И раньше такая точка была зрения, вот я тоже придерживаю. Вот эти спутники, вот они что-то наносят. Окей, я вас спрашиваю. Человек влияет на изменение климата? Они вред вроде. Ну, мы не отказались от мобильных телефонов? Это то же самое. Окей. Молодой человек, я так понимаю, вам задали четкий вопрос. Я ему должен сказать, президент Трамп не говорит, что нет изменения климата. Президент Трамп считает, что деятельность человека не влияет на изменение климата. И так же считаю я. В отличие от Трампа, я специалист. Моя профессия первая. Диолог четвертичник. Четвертичник специалист по плейстоцену. Мы с вами все живем в плейстоцене. Это четвертичный период. За годы четвертичного периода миллионы, миллионы и миллионы лет были ледниковые эпохи и межледниковые эпохи. Там, где вы живете, город Чикаго, Иллинойс, он был покрыт километровым слоем льда. Куда лед делся, наступило потепление и лед ушел. Изменение климата происходит всегда на протяжении всех миллионов, миллионов лет, что существует планета Земля. Происходит изменение климата. Но на это изменение климата человека не было. Человек не влиял на изменение климата. Потому что его просто-напросто не было. Те идиоты, я называю, есть две категории людей. Есть лжеученые, которые твердят, что человек влияет на изменение климата. Я называю это лжеученые, потому что их точка зрения – это идеология. Им платят деньги за то, что они об этом говорят. И есть политики, которые не имеют никакого отношения к природе, к изменению климата, вообще ничего не знают. Которые повторяют – человек влияет на изменение климата. Человек не влияет на изменение климата. Это считает президент Трапа. Это считает ваш покорный слуга, который, в отличие от президента Трампа, завершил Ленинградский географический факультет с дипломом геоморфолога и геолога-четвертичника. Таким образом, я считаю, что все те люди, которые сегодня настаивают на замене даров природы ветром и солнцем – окей, когда, когда, это мое мнение, когда дары природы, ветряная и солнечная энергия будут дешевле, чем природный газ, окей, я перейду на солнечную энергию. Но это произойдет через 5, 10, 15, 30, 40 лет, не знаю, когда произойдет. А пока только идиоты, вредители сознательные, готовы отобрать у человека природные запасы – уголь, нефть и газ – и заменить их несуществующими пока, но существующими 5%, 1% солнцем и ветром. Спасибо за ваш ответ. У нас есть следующий радиослушатель на линии. Спасибо, что подождались. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Совсем согласен, что Алексей сказал. Прекрасно. Алексей, ваше впечатление, Анатолий, может быть, ваше впечатление о сегодняшних слушаниях? Не с яснением живу. Окей. Я вкратце. Во-первых, конечно, будет масса комментариев. Дамы и господа, значит, то, что происходило утром в юридическом комитете, я слушал все 3 часа. И с 12 до бесчетверти 2 я слышал то, что происходит в комитете по разведке. Впечатление – демократы должны себя корить за то, что они вызвали этого человека давать показания. Во-первых, я приведу только, ну, один, сначала один пример. Человек заявляет открытым текстом «I don't have any idea». У меня нет никакого малейшего понятия, кто создал дете-досье, грязное досье с южен-джипес. Дамы и господа, есть ли человек, который проводил расследование, вмешательство России в Соединенные Штаты, не знает, что из себя представляет фьюжен-джипес, кто создал это, кто оплачивал о том, что Клинтоних и демократист партии, национальный комитет демократической партии оплачивали. «I don't have any idea». Теперь, дамы и господа, у меня создалось впечатление, ему 75 лет, 75 лет, он, он, я старше его, дамы и господа, но он ничего не помнит. Ему задает вопрос человек, демократ, в первом комитете. Вы, конечно, помните, кто, какой президент первым дал вам государственную работу, дамы и господа, ну, естественно, ну, он не помнил, что это был Рональд Рейган. Теперь, с ним рядом сидел человек, который подсказывал ему, что напечатано в докладе Мюллера, в отчете Мюллера. Значит, мы можем сегодня стопроцентно утверждать, значит, он был либо свадебным генералом во всей этой работе, потому что он не знает, что там написано. Ему нужна подсказка, он ежеминутно просит, будь то республиканцы или демократы, повторите вопрос. Он не понимает вопросы, дамы и господа. Значит, у него, видимо, то есть, я предполагаю, может, у него деменьше, но вот у него же отсутствует памяти. Теперь, чтобы человек, человек, занимавшийся расследованием вмешательства, будто бы России в избирательную кампанию помощи Трампу, не знал, что из себя представляет досье, созданное англичанином Стилтон. Значит, я буду сегодня, я Толя еще сказал до передачи, значит, я буду сегодня вечером слушать комментарии только тех, кто ненавидит Трампа. То есть, это будет СНН, и это будет девочка, которая в 9 часов, ну, у вас, соответственно, на час меньше, вещает по WNBC. НБС, Рошел такая, ну, мы знаем, лесбиянка, мужская, умненькая такая девочка, которая ненавидит Трампа. Мне интересны их комментарии, потому что общее впечатление должно быть у любого человека, что Мюрлер просто не тот, за кого его выдавала демократическая парта. Кстати, интересный комментарий Трампа в твите. Трамп говорит спасибо демократам, что не устроили этот спектакль. Да, кстати, человек, про которого вы говорите, это девочка, ее зовут Рэйчел Медау. Это для того, чтобы наши слушатели знали, кого все-таки послушать вечером. Да, мы ее знаем. Да. Итак, спасибо большое. У нас есть следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Еженый газ, который получают потребители, не является юридически ни российским, ни американским, ни катарским. Его покупают посредники, и он является их собственностью. И они продают кому хотят. Могут продать сегодня в Германию, а завтра в Японию. Спасибо. Да. Совершенно правильно. Ну, есть санкции соединенных... Санкции на торговлю. Более того, этот газ, сжиженный газ, который получил Бостон, он не только пришел из России, но эта компания принадлежит господину, по-моему, Ткаченко, его фамилия, Зохенко. Это ближайший друг Путина, на которого лично наложены санкции. Таким образом, этот человек получает прибыль от торговли газом в своей компании с Бостоном. Конечно, через посредника. Правильно вы говорите, через посредника, но это российский газ. Да. Следующий слушатель, прошу вас говорить, пожалуйста. Здравствуйте. Я думаю, что наши экологи из демократической партии не как озабочены окружением природы, которую они хотят защитить, а теми предприятиями, которые должны будут вследствие этой экологии, очищения этой экологии, перейти в Китай. Потому что наши предприятия не выдерживают давления экологов, правосоюзов и того, что наши законодатели уже пытаются выплачивать 15 долларов за минимальную зарплату, и они будут вынуждены уйти из нашего государства. Вот этими и заботятся наши демократы, а не очищением окружающей среды. Спасибо. Спасибо большое. Я вам скажу такую штуку. Многое зависит от штата, где вы живете. Конечно, если Конгресс принят закон для всей страны, для всей страны, о запрете там, я не знаю, природного газа, углеводов, если Конгресс принят закон, пока что это все находится в руках местных органов, в штате, в котором я живу, Северная Каролина. Ничего подобного нету. Ну просто ничего подобного нету. Меня лично, район, в котором я живу, громадную территорию, обслуживает компания Duke Energy. Она в городе Шарлотт, это недалеко от меня, три часа езды, там громадный стоит небоскреб, я не знаю, этажей в 25-30. Это компания Duke Energy. Значит, эта компания производит электричество на тепловых станциях, и на электростанциях, и на атомных станциях. И причем эти тепловые станции, они используют для производства электричества и уголь, и нефть, и газ, в основном натуральный газ. Что же касается отопления, в моем доме отопления, то это, естественно, отопление природного газа. Потому что штат, в котором я живу, штат Северная Каролина, наши законодатели, они не принимают бредовых решений. Нью-Йоркцы выбирают левых, и они страдают из-за этого. Но я просто знаю, что мне обходится отопление моего дома, я имею в виду, в деньгах, у меня 1800 квадратных футов обходится отопление моего дома в деньгах. Ну, у меня нет такой суровой зимы, как, скажем, в Чикаго, в Бостоне, в Нью-Йорке, все-таки у меня другие края. Но отопление, если переносить по стоимости киловатт-часов, скажем, если говорить о том, что мой природный газ опять-таки поступает, на него давят, не знаю, какие электричества. Электричество, дюк, я плачу дешево, за электричество, за киловатт-час, я плачу дешево за природный газ, который отапливает мой дом. Это Северная Каролина. Я понимаю, большинство из вас, я так понимаю, радиослушатели, вы живете в Чикаго, в Иллинойсе. У вас правят демократы, и они могут делать все, что угодно, то, что они делают в Калифорнии, то, что они делают в Нью-Йорке, в Массачусетсе. До тех пор, пока Конгресс не займется этим, я надеюсь, при моей жизни это не произойдет, чтобы Конгресс запретил использование природного газа, но это нужно, чтобы Конгрессом правила вот эта такая четверка, четверка вот этих женщин, которые собираются строить социализм, так же, как вместе с Берни Сандерсом. Вот если они начнут править Конгрессом и Белым Думом, тогда тот бред, который переживает штат Нью-Йорк, может стать бредом всей страны. Ну, Алексей, я вам скажу такую вещь, я не знаю, вы слышали или нет, но новость, но горсовет города Беркли, в Калифорнии, уже принял решение о том... Я об этом сказал. А, прошу прощения, я, наверное, да, окей. То есть, вы понимаете, до какого абсурда доходят люди, которые управляют, вот эти демократы, которые управляют экономикой вот этих маленьких городков. Это же абсурд. То есть, если они пытаются бороться с каким-то загрязненной энергией, то они должны понимать, что вот это электричество, на которое они переводят все дома, добывается путем, угольным путем. То есть, что... Природный газ не ведет к загрязнению атмосферы. Природный газ... То есть, это просто бред. Они не хотят, чтобы то, что нам дал Господь Бог, природа, чтобы это использовалось. Да? Вот и все. Согласен. Так, есть еще один звонящий. Говорите, пожалуйста. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот был социалистический лагерь странный. Чехословакия, ГТР, вы же лучше меняете. Что там люди так мучились? Потом этих страхов запугивания социалистских коммунизм. Не будут здесь улицы Сталина, не будут наших родителей и знакомых. Ничего того не было. Если это так называемый социализм, капитализм, коммунизм, мне как-то все равно. Вот так вот постепенно пройдет пятьдесят, Я вас перебиваю. Вы хотите жить, как в германской демократической. Зачем это запугивание? Вы хотите жить, как в германской демократической республике? Леша. Но ее нету, если не бывшего Советского Союза, говорят, бывшего Советского Союза. Вам нравится ГДР, нравилось Чехословакия, коммунистическая. Да, нравились? Ну, я там лично не жил, но слухи говорят, так вот у меня интуиция. А вы там не жили, понятно. Ну, не мучились. Спасибо большое. Это замечательно. Я книги не читал, но я автора презираю. Спасибо большое. Мне не нравится, как поет по вороте. А вы что, его слышали? Нет, мне Хайм напел. Да, ну, в общем, это где-то из этой же оперы. А, кстати, насчет климата, изменения климата, опять же, многие люди просто, они не слушают о том, что им говорят. Трамп абсолютно правильно сказал, разделяя изменение климата и борьбу за очищение воздуха и воды, водоема. Вот он это разделяет. То есть, он правильно говорит, с климатом мы не можем ничего сделать, это, как говорится, матушка природа. Но бороться за чистоту водоемов и за чистоту воздуха, да, мы можем. И он это и делает. Поэтому люди не понимают вот эту элементарную вещь. Они им настолько вбили в голову, что сначала это было глобальное потепление. Потом глобальное потепление не сработало, потому что очень четкое определение. Пошли на перемену климата. Какая перемена климата? А что, без нас бы климат не изменился? Изменение климата, сколько сотен миллионов лет существует земля, на ней всегда менялся климат. Конечно. Давайте вспомним замечательный фильм, это самое Юрский период. Юрский период. Помните Юрский период? Да, 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 конечно. Громадные деревья, громадные звери ходят. Это все как бы происходит в Соединенных Штатах. Здесь на территории Соединенных Штатов во времена Юрского периода жили громадные звери. Климат был вообще прекрасный, влажный климат, такой солнечный, все, все. Это было во времена Юрского периода. Ну, а потом наступило похолодание, и славный город Чикаго, он оказался под слоем льда. Кстати, интересная деталь, дамы господи, если вы посмотрите на карту, в штате Нью-Йорк, в штате Нью-Йорк, на севере, есть так называемые Пальчиковые озера. Все они в меридиальном направлении, точно в меридиальном направлении. Почему точно в таком направлении масса озер? Потому что лед отступая, отступая, взламывал землю, образовались впадины, и эти впадины заполнились водой. Лед отступал, образовались Пальчиковые озера, когда никакого человека на земле не было, но было изменение климата. Вы знаете, Алексей, что меня удивляет больше всего, это тот феномен, где люди абсолютно, вот им сказали, какая-то часть ученых, не важно, заинтересованные, не заинтересованные, им сказали, что человек влияет на климат. Вторая часть ученых объясняет, человек не влияет на климат, но люди, вот эта часть людей, которые почему-то верят одному и не верят другому. Вот это я не понимаю. Оля, но позвонил человек, сказал, что он за него голосовал, и вообще Обама и Горбачев это лучшие политические деятельности на земле. Что вы можете этому человеку внушить? Да ничего, ну пускай так считает, пускай ему хорошо спится. Дай бог, дай бог, берем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Вы меня слышите, я хочу просто попросить, чтобы демократам, которые борются с изменением климата, потому что парниковый газ это CO2, углекислый газ, благодаря только углекислому газу, это по теории фотосинтеза, мы имеем зелень вокруг, зелень поглощает этот углекислый газ и выделяет кислород. Спасибо этим, зелени, которая делает наш климат более чистым. Спасибо большое. Ну, видите, некоторые люди хорошо учились в школе, помнят вот эту вот химическую реакцию хлорофила и углекислого газа, а некоторые люди не учились в школе, они считают, что этого не может произойти, поэтому ну вот так, наверное, разделяются. Вот. Ну, еще одна вещь, которую я хотел бы с вами обсудить, Леш, это, вот мы говорили сегодня с вами о том, что происходило на этих слушаниях, как вы считаете, Малер, ну, кроме того, что я уже слышал, вы считаете, что может быть у него действительно какая-то начальная стадия деменции, да? Вы считаете, что он может быть настолько потрясающим актером, что он эту роль играет? ну, я же, Толя, есть понятие body language, когда вы смотрите на человека, вы видите, ему задавали вопросы, он был в недоумении. Играть, то есть, если он гениальный актер, вполне возможно, Толя, если он гениальный актер, но на его лице было написано недоумение, когда ему что-то цитировали, то рядом сидящий человек, его помощник, он переворачивал вот страницы его отчета Мюлеровского и находил, он не помнит этого, не помнит, он, скорее всего, просто-напросто не знает. Я предполагаю, ну, во-первых, у него, конечно, не лады с памятью, это стопроцентно. Человек, который не знает, не помнит имени президента, того президента, который первый дал государственную работу, ну, этого просто невозможно, знаешь, не лады с памятью. Второе, я считаю, он в этой всей истории с почти двухгодичным расследованием, он был, ну, скажем так, генерал на свадьбе, он известный человек, в прошлом директор ФБР, уважаемый, там, не знаю, там, ветеран Вьетнамской войны и все, его поставили директором этого дела. Он не занимался, он, конечно, получал зарплату, он, наверное, приходил в положенное время на работу, но занимались совершенно другие дела, другие люди. Коля, если он не может ответить на вопрос, как получилось, что среди всех ваших помощников были только демократы, ну, он не может нормально ответить на этот вопрос. Значит, я, он, он подставное лицо, подставное, ну, как, уважаемый в прошлом человек, там, бывший, там, директор ФБ, все, его назначили, а занимались этим делом совершенно другие. То, что он вообще не писал этот отчет, то, что ты не приложил руку, ну, это сто процентов. Ну, это, ну, в гадалки не ходи. Тогда у меня еще к вам один... его, на него смотреть сегодня, ну, Толя, я пожилой человек тоже, я смотрю на пожилого, мне где-то его даже жалко, Толя, потому что это человек, который, которого втянули во что-то, и он втянулся, не зная вообще, что его ждет. Ну, а на слушаниях в, в этом самом комитете по разведке, Ньюнан, Ньюнан, это, он был председателем комитета, когда были республиканты, в большинстве, да, Дамин Ньюнан, как и вице-председателем, но он из него сделал просто котлеты, Толя. Я просто не понимаю, вы знаете, ну, может быть, когда это все начиналось, он не думал, я имею в виду Малыш, что это так все обернется, но, убейте, я не понимаю, зачем ему это нужно было, на закате своей, такой блестящей карьеры. Толя, сколько он получал зарплату, как вы думаете? Ну, я не знаю. Ну, тысяч двести, Ну, то, что в районе миллиона, а может быть больше, ну, пускай даже пятьсот тысяч, пускай, пятьсот тысяч за ничего не делание, ну, Толя, а почему нужно отказываться от этого, тем более он прекрасно знал, у него будут квалифицированные помощники, ему нужно будет просто приходить туда, не знаю, так сказать, смотреть телевизор, пить кофе, а может быть, пить шампанское. Не-не, вы мне, Лешка, почему отказываться? Лешка, вы меня не поняли, я имел ввиду, зачем ему нужно было соглашаться, на эти слушания, он же понимал, что там будет происходить, зачем ему нужно было это? Вот это интересный вопрос, вот мне бы интересно было бы узнать, когда пройдет какое-то время, когда он поймет, ему расскажут, родные и близкие, о том, что он сидел в калоши, вот интересно спросить у него, Боб, Боб, почему ты на это согласился, почему ты дал себя втянуть в эту игру? Вот, Толя, это интересный вопрос, и я бы на него хотел знать ответ. Окей, вот тогда на этой позитивной ноте, я вам дам заключительное слово, и мы будем заканчивать. Прошу вас. Дамы и господа, через неделю будет интереснейшая передача, речь пойдет об американцах, которые поехали в 30-е годы строить социализм в Советском Союзе, и что с этими американцами произошло. Всего хорошего, дамы и господа, и будьте, будьте здоровы. И вы тоже, будьте здоровы, Леша, и услышимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»